Вот преследует меня эта песня Вася Обломова почему-то уже который день И оказывается жизнь налаживается На полном серьезе И есть почему Зритель прислал вот это вот видео Оно о реновациях в Москве Ну помните там Собянин решил миллион человек Отселить из хрущевок В спешном порядке Бросились строить новые дома Для этого миллиона жителей Построили дома те Собянинками Называют и однажды я уже Рассказывал похожую историю Тогда ко мне обратилась девушка Которая переехала в новый чудо дом В первую же ночь У нее выпало окно в новой квартире Потом сорвало смесители Она чуть не утонула Затопило соседей Очередное кино вам хочу показать Еще одна Собянинка Смотрите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стою на асфальте В лыжи обутой Толь лыжи не едут Толь со мною Что-то не так А вообще Это не смешно Конечно Новый дом И уже рассыпается А как в нем жить-то Представляете Рухнет вся эта постройка От порыва ветра Когда-нибудь Начинаем А по ящику Вот уже несколько дней Кряду нам рассказывают О возможном возвращении России в большую восьмерку Путин поехал в Париж Макрон обещал посодействовать Потом Трамп О чем-то таком задумался А можно узнать зачем Не наши ли великие Еще некоторое время назад Кричали мол Нам это вообще не надо Не наши ли пропагандисты С утра до вечера Компасируют людям мозги О том что Все вселенское зло Оно вот в этих странах Входящих в состав G7 Главным образом Конечно Америка Проклятая Россия Зла Желает А как только Поманили Ребята не желаете ли Обратно в восьмерку Те же самые товарищи Мухой Переобулись Да как Они там без нас Разберутся Челом Вон бьют Кстати Хочу вам показать Фрагмент эфира Одну из своих программ Это было снято Еще до того Как В смысле До всех этих разговоров О возвращении В состав G8 Это было еще До встречи Нашего главаря С лидером Франции Просто послушайте Как раз все было Всегда понятно Потому что На днях У Путина Будет встреча С Макроном И я уверяю Что она пройдет В крайне теплой Дружеской Милой атмосфере Это будет такое Приятное чаепитие Потому что Когда ты богатейший Человек планеты Земля И тебе нужно Строить северные потоки Бесконечные газопроводы И ты владеешь Огромной массой денег Конечно Ты можешь договориться С любым правителем Включая того же Дональда Трампа Который приезжает И говорит Вовка друг Родной Любимый мой Золотой человек Начинает обниматься Целоваться Плакать на груди Потом приезжает домой И ему говорят Деда 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 Как же так Как же так Россия агрессор В конце концов Он говорит Да Так я считаю Что Россия агрессор Говорит Ну Я к чему вам сейчас Фрагмент этот показал А чтобы продемонстрировать Насколько шаги Кремлевских обитателей Предсказуемы Что бы они нам не врали Как бы они не пыжились Показывая простым смертным Собственную крутизну Мы не в состоянии Сегодня быть Хоть сколько Нибудь самостоятельным Обособленным государством Которым был Когда-то Советский Союз У нас ничего Своего нет Потому что Мы по всем фронтам Зависим от этого Загнивающего Запада Вот в небе У нас сегодня Что летает Боинги Зайдите на сайт Любой российской Авиакомпании И посмотрите Каким количеством Отечественных Воздушных судов Эта компания Располагает В принципе Пальцев одной руки Хватит Чтобы посчитать Загляните В компьютерный магазин Посмотрите Что там Попросите продавца Показать вам Наш компьютер Он на вас Посмотрит Как на дурачка До чего далеко ходить Я недавно Купил себе Отечественное пальто Действительно Отечественное Шили в Подмосковье Правда Турки В целом По стране Под сокращение Попали Около 35% Младших Медицинских Работников При этом Доклады чиновников О росте зарплат Вызывают лишь Смех У работников Российского Здравоохранения У врачей В роддоме 61 тысяча Две десятых 61 тысяча У врачей Сидят У неонатологов 66,5 У акушера 35,4 У детских Медицинских Слышок 29,5 У младших Медперсонал 21,3 Про врачей Мы сегодня Еще поговорим А вот этот Видеофрагмент Я показал С одной Единственной целью Продемонстрировать В очередной раз То, о чем Говорю неустанно Мы живем В стране отчетов У нас Все величие И процветание Оно на бумажке Заглядываешь В отчет чиновника Там сплошные прорывы Уровень доходов Населения вырос Цены снизились Рабочие места Появляются Пенсионеры Становятся Все более состоятельными А зачитай Такой отчет На публике Тебе в глаза Рассмеются Впрочем Публика Только и рассмеется А вот чиновник Какой-нибудь Мэр Губернатор Он только такое читает Поэтому да Он искренне верит Что тетя Глаша Уборщица Хотя бы раз в неделю Но обедает черной икрой Это реальная журналистика О прорывах Как обычно сегодня говорим Поехали А вот и прорыв В Нижний Тагил Вас приглашаю Это Свердловская область Там массово увольняются Врачи Из муниципальных клиник Почему Устали За копеечную зарплату Работать Эти люди Ежедневно спасают Чьи-то жизни Дежурят сутками Не досыпают Не видят Свои семьи А потом идут в кассу Вот тебе 20 тысяч рублей И ни в чем себе Не отказывай Ага Оплатил коммуналку Купил продуктов На неделю Все Деньги закончились Нашел бы человек Подработку Так и некогда По 18 часов Работать приходится Без выходных Без проходных Не хватает Специалистов Потому что Они уже и жаловались И письма Главному писали В министерство В правительство Обращались Но вы же знаете Позицию наших властей Это личный выбор Знаете Меня часто Об этом спрашивают И по учителям И по преподавателям Это призвание А если хочется Деньги зарабатывать Есть масса Прекрасных мест Где это можно Сделать быстрее И лучше Тот же самый бизнес Но вы же Не пошли в бизнес Как я понимаю Именно Денег нет Идите в бизнес Всего вам доброго Хорошего настроения Выдержитесь здесь Замечательная позиция Человек Который получает Миллионы рублей Официальной зарплаты При этом Находится на полном Гособеспечении У него персональный водитель Да не один Государственная дача И поверьте Это не двухкомнатный домик На четырех сотках Усиленное питание И даже личный самолет Как такой человек Может понять Врача Или учителя Получающего 20 тысяч Дело в том Что в связи с закрытием Демидовской больницы Перенаправили все потоки На две больницы На четвертую И на нашу Вот То есть нагрузка В разы увеличилась Вот При этом Ничем не обеспечив нас Ни ресурсами Ни кадрами Ни доплатами Адекватными Так скажем История эта дошла Уже до самого верха Уже даже Песков На нее отреагировал Впрочем Как отреагировал Сказал что Минздрав местный Должен разбираться Вместе с губернатором Хотя А чего еще Можно было ожидать От этого человека Еще один миллионер Который Даже не понимает Сколько это 20 тысяч Который даже если Заболеет Он пойдет Не в районную больницу У этих Есть клиника Для своих Там докторам Платят очень хорошие Деньги Без задержек Причем Премии неплохие Выписывают Опять же Как он может Понять какого-то Хирурга Из какого-то Нижнего Тагила Друзья А как вы думаете Чем сегодня Озабочены Российские телеканалы Кто-то 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 А может Наконец-то Сгоревший Сибирь Вспомнили О той Луне Что ушел Под воду На худой Конец Приморье Или Произвращенцев Полицейских Которые Вон опять Малолетку Изнасиловали В Анапе Нет Фрагмент программы Главная тема На России 24 От 26 августа Предлагаю Посмотреть Внимание В Бразилии Никак не могут Справиться С масштабными Пожарами Уничтожающими Леса Амазонии За несколько месяцев Выжжено Почти 2 миллиона Гектаров леса Знаете Как по мне Вот этот материал Выглядит Как издевательство Как плевок В лицо Всем нам Мы их содержим Этих клоунов Платим им Зарплату Причем Неплохую Я думаю Вот это Вот барышня В кадре 1150-200 В месяц Получает Выпускающий Редактор Примерно Столько же Райтер Что написал Озвученный Девушкой Текст Под соточку Оператор Режиссер Ассистент Монтажер И так далее То есть Один Вот этот Вот выпуск Новостей Нам с вами Обошелся Примерно В миллион Денег А зачем Мы им платим И за что Чтобы они Нам о пожарах В Амазонии Рассказывали Им вообще Не стыдно Хотя о чем я Конечно Не стыдно Есть люди Которые Давно потеряли Совесть И пытаться В них Эту самую Совесть Разбудить Как минимум Глупо Опять же Слова из песни Вася Обломова Вспомнились Нести херню Совсем не сложно А это была Реальная журналистика Сегодня Вот так На моей страничке В ютубе Ссылка сверху Больше серии Этого замечательного Сериала Заходите Просвещайтесь На канал Подписаться Не забудьте В соцсети Ко мне Тоже заглядывайте Там тоже Есть что Почитать И над чем подумать В друзья Добавляйте С темы Предлагайте Под ними Мы обсудим А я Засим Спешу Откланяться Пока Пока